всем привет я начинаю свой влог с прикарпати я нахожусь в общем недалеко от руссковца или за друсковцом чем от львова еще 150 километров по моему туда в сторону друсковца вот я гуляла во львове наконец-то я туда попала я снимала stories и кто подписан на меня в instagram может найти там такой вот знаете как кружочки актуального и там я по сохраняла все эти stories и там есть и заведение и просто прогулки просто мои впечатления это для тех кому любопытен львов я заговариваюсь потому что на самом деле холодно сейчас 6 утра я встала пол шестого я встречала рассвет все спят тут поселение наверное село она спит я с компанией остановились в комплексе живите по сути там кроме нас никого нету три этажа людей просто много три этажа и все мы так вот к чему я все это рассказываю почему это крана стала у меня в инстаграме идет челлендж не 21 день а месяц мы с девочками называется он победи себя вот сам потому что кроме нас самих лучше жизнь никто не сделает да и как это все началось я просто начала вставать рано и сняла в stories утро утро своего дома тоже был туман и мне подписчица написала говорит ань давай сделай челлендж чтобы кто хочет тоже бы вставала рано потому что веселее когда все вместе и я подумала думаю как это же как это все сделать чтобы можно было контролировать друг друга чтобы можно было переписываться и делиться своими разочарованиями своими радостями вот и собрала всю эту группу то есть собрала всех людей кто хотел сделать к маленькое условие чтобы выложили фотографию с отметкой запорожская челлендж 1 потому что я подумала что если вдруг все понравится и все будет хорошо то можно будет сделать челлендж 2 и так далее вот и девчонки откликнулись нас было около 35 человек в группе двое потом покинули ее по причине там девочка одна приболела в общем не не могла выполнять условия а у меня условия было то есть я прописала правила и там в правилах было что если вы не активны чтобы просто в группе не висели не были пассивным читателям потому что все таки мы знакомимся и какие-то личные вопросы могут выплывать поэтому чтобы это все было между нами поэтому я девочек удаляю кто не активен вот сейчас вот я в карпатах связи вообще нету я не могу ничего написать я не могу не но читать мне еще удается а вот когда пишу не всегда сообщение уходит просторюсь и вообще молчу поэтому в какой-то мере для меня наверное надо это проработка тоже определенная надо просто отложить телефон и наслаждаться тем что я вижу вот и кайфовать от этого сейчас туман а с этой стороны солнце там просто был восход вот вот так вот я вам кратко расскажу про но рассказала про челлендж и сейчас я читаю книгу читалась покажу я когда-то вам ее уже показывала я уже начинала когда-то и читать это лариса профентьева и сто способов изменить жизнь на самом деле сейчас секунду на самом деле название кажется таким банальным но очень много мотивирующих вещей классных цитат и истории жизни и как надо начинать действовать к чему вообще я решила все это делать начинать надо себя и в моей жизни есть момент который меня не устраивает это самый основной момент я просто ничего не успеваю не то что ничего но распорядок дня мне мой не нравится я поздно ложусь спать рано встаю я не высыпаюсь от этого у меня плохое настроение портится кожа решила начинать с раннего подъема я прописала те моменты которые бы я хотела ввести в привычку в своей жизни для того чтобы выполнять это ежедневно и не думать о том что вот мне лень через лень просто надо это все побороть и так я рано решила вставать чтобы например 6 стало 8 меня встает дема чтобы два часа у меня было для работы я пишу определенный ой сколько сорок 5 штук вам не будет видно если вам покажу ладно отвлеклась так вот ранний подъем два часа для работы потом естественно уже все подымаются и я хочу не хочу уже хожу я хожу спортзал не для того например чтобы похудеть да как большинство это делают потому что мне спортзале одна бабушка как бабушка женщина лет семьдесят она ходит в спортзал и такая говорит деточка такая худенькая зачем ты ходишь в спортзал я на нее смотрю говорю а вы зачем ходите в спортзал ну как во первых мне скучно говорю ну мне не скучно но говорю я хочу потянуть тело то есть если вы худенькая это не говорит о том что с фигурой все в порядке я в принципе на фигуру не жалуюсь но почему я решила это делать ходить в спортзал во первых через спортзал очень хорошо идет борьба с ленью правда очень хорошо я очень иногда утром не хочу просыпаться но я через будильник это делаю я после не хочу ехать спортзал но я это делаю и еще я хочу набрать вес у меня было сорок семь сейчас 50 я просто давно это в видео недавно я видео это не рассказывала я сказала об этом инстаграме это уже после того как я набрала вес вот чувак с музыкой реально все испортил такая тишина птицы поют и я решила что я буду ходить в спортзал для того чтобы подтягивать свое тело чтобы изначально она была в в тонусе и не было потом проблем как вернуть фигуру в порядок да по поводу питания я хочу отошла чуть от тема говорила о наборе веса я хочу 52 килограмма сейчас свежий 50 то есть три килограмма я уже набрала как набрала вы смотрели наверное мои видео мое питание на канале жизнь мама которая девушка и там я рассказывала чем я питаюсь как я заменяю сладости чем заменяю почему я так питаюсь как долго ну и так далее вот так кратко просто скажу что для меня комфортно питаться например там два раза в день и для меня это норма больше мне не хочется то есть нет у меня желание кушать но в данный момент я себя заставляю хочется не хочется села поела и действительно вес я начала набирать я вот просто думаю как она у меня будет после когда я наберу свои 52 килограмма наверно надо будет добавлять обороты но все это я рассказываю в инстаграм поэтому вы знаете как то я так заметила что инстаграм для меня сейчас так более живая такая площадка когда ты включаешь stories и там все рассказываешь поэтому это какой-то мини-влоги там и многие девочки мне говорят и мне очень приятно что они настолько привыкли к моим stories вам что когда их нету они аня где stories и что случилось но и говорят что подсели на них на самом деле мне правда очень приятно потому что сама некоторых тоже так подсела и некоторых смотрю потому что такие коротенькие видео и ты как бы в курсе событий что у человека происходит по поводу дальше привычек это не просто питание не просто спортзал не просто ранний подъем действительно все поменялось я стала раньше засыпать и стала больше успевать есть еще моменты которые мне надо дорабатывать я не успеваю читать книги я иногда хочу посмотреть какие-то фильмы вот но это досуг и каждый человек должен посвящать себе такой знаете час времени только для себя также я себе прописала что игра с детьми игра с детьми это не просто в этом в телефоне кстати это тоже меньше телефона но отчасти это уже часть меня до по связи с вами работа мне все через телефон но опять же все равно меньше телефона больше общения например с детьми и общение должно быть качественное качественное общение но я думаю вы знаете что этот когда вы полностью в игре да когда вы здесь и сейчас там где ваш ребенок вот также у меня есть моменты которые хочу проработать с мамой потому что я вернулась после шри-ланки то ли я была другая то ли у мамы как то все было ну мы прям очень сильно ладили сейчас мы тоже ладим но есть моменты где вот там мама сильно обижается на меня по сути без причины там ну я не могу понять как мне взаимодействовать так чтобы было очень комфортно потому что сейчас мы живем все вместе и причем в маленькой маленьком домике как маленьким он по сути не маленький там 60 квадратных метров у некоторых квартиры 45 ну я просто его так называю потому что по сравнению с тем большим 250 квадратов этот домик кажется маленьким но все равно две комнаты и мама в комнате с детьми у детей там двух ярусная кровать ну как бы все равно места мало но у меня отдельно как бы может сказать комната но дети все топчутся у меня потому что телевизор висит один на кухне вторую меня но естественно приятнее смотреть телек лежа того что лежа на диване то все приходит ко мне его смотреть и вот так вот новому взаимодействие мне очень нравится мне ощущение что в этом доме я уже живу давно и правда ощущение своего дома это очень круто очень надеюсь на быстрый ремонт и очень хочется переехать вот и есть еще дальше у меня определенные как бы моменты которые я хочу проработать и я понимаю что кроме меня не никто не поможет помочь может только найти как идея мысль подсказка от кого-либо и в этом помогает вот челлендж потому что девочки собрались ну можно от молодых до там по моему нас есть сорок восемь лет да то есть мы все общаемся есть девочки более опытные и очень много советов книг и и прям я очень рада что так есть мы у нас к договоренности я решила что все-таки нужен отчет и мы пишем отчеты желаем доброго утра говорим на то что там мы проснулись мы видим в котором часу было отправлено сообщение конечно можно отправить сообщение там наверное 6 утра сказать да я встала дальше лечь спать но это же мы делаем не для кого-то мы же делаем это для себя потом нет смысла обманывать и девчонки молодцы потому что как и пишут это что вот проснулась бы по будильнику взяла выключила и легла дальше спать это сегодня мое разочарование например да ну или там еще какие-то моменты также мы пытаемся сейчас проработать эмоции но это лично у меня такое я не помню я помню написала и многие поддержали потому что все мы девочки отчасти не отчасти мы реально все эмоциональные флегом очень мало и мы мы должны контролировать свои эмоции мы должны контролировать бывает такое что мы злимся там нам на ногу наступили в метро образно говоря да где-то там еще что это там накричали в очереди и как бы как в мультике в фиксиках был по моему в маму поймут передай дальше лучше передавать хорошую эмоцию добрую а когда человек тебя обидел ты начинаешь следом обижать другого это цепная реакция называется вот фиксика как была такая цепная реакция поэтому я прорабатываю эту цепную реакцию чтобы если меня что-то расстроило то я развернула это в добро вот это у меня получается такая болтология не влог я не знаю мне как-то не очень хочется снимать влог я действительно хочу здесь побыть хоть компания и шумная в плане емиду что все там день рождения и как бы там алкоголь и тому подобное но я здесь больше вот как-то пытаюсь уделить внимание в себе внутри себя заглянуть проработать ну и конечно же с компанией тоже весело шутим и все такое то есть мужская два в одном вот меня конечно поразил львов вы извините что такое сумбурное видео но мне девочки просили такие болтологии опять же в инстаграме это же давно не было таких болталок просто вот болталок чтобы ты разговаривала рассказывала мы что-то делали там или посуду или гладили чем многие так смотрят видео вот и львов он меня конечно поразил я думаю что вы знаете кто меня давно смотрит знают что я очень хотела попасть во львов три года я пыталась туда попасть на обстоятельства не давали в этом году это весной я тоже собиралась но у меня маму положили в больницу в марте месяце у меня же рука затекла если честно вот маму положили в больницу я не смогла поехать или там все уехали без меня а в этом году не в этом году а вот летом я все-таки попала и это было всего лишь полтора дня немного но поверьте это было очень круто и еще такой совет но если хотите можете воспользоваться когда приехали просто гуляли по львову ну смотришь да красиво все когда берешь экскурсию экскурсию издали индивидуальную не толпой ходить а именно индивидуально это было все очень классно вот сразу львов ты воспринимаешь понимаешь по-другому потому что оказывается там очень много культур то есть конечно это все можно прочесть в интернете но когда ты ходишь по этим местам и тебе ой лавочку нашла сейчас присяду вот когда ты ходишь по этим местам и уже тебе рассказывают где тут что там год постройки кто строил я вот кто захватывал потому что власть во львове менялась постоянно вот и как бы действительно дома отличаются друг от друга львов он конечно особенный город но он особенный именно своим центром потому что в центре топом 600 на 600 метров и по сути все все остальное это просто уже как бы можно сказать обычный город а вот сама серединка самого центра там рассказывала экскурсовод куда стоит кстати пойти обязательно посетите там кладбище есть она кажется кладбище зачем туда идти там похоронено очень много интересных личностей и там надгробия такие мокрая лавочка конечно вот там склеп история кстати тоже возьмите экскурсию когда будете на кладбище тоже индивидуально ну можно не индивидуально но конечно удобнее и комфортненько для индивидуальной вот это мои такие как бы вам советы если вдруг будете посещать львов но я думаю что многие там уже были судя из того что в инстаграме задала вопросы говорю расскажите мне про львов вот многие рассказали куда пойти но вы знаете я больше не по заведениям ходила хотя тоже там был один очень классный ресторан называется 36 по 5 этажей три этажа с аквариумом два с цветами панорама но вверху такая площадка на крыше где ночью видно луну курят кальяны и такая атмосфера очень реально потрясающе в инстаграме есть фотография но опять же вы понимаете все не передашь и камера не придает масштаба вот к например как здесь то я сижу в тумане ну вот сзади конечно видите но это все равно не то я книги прочла и написала покажу вам написала в инстаграме такая может быть кто-то не воспримет это но может быть кому-то это действительно очень надо данный момент мне надо не потому что у меня там что-то в жизни у меня как раз наоборот сейчас все наладилось все хорошо я уже как бы своем доме у меня есть любимое хобби у меня есть работа определились школа для доминики и демки поэтому все хорошо и так тут много чего написано но вообще в много чего написано но самом начале вот начинается с мотивации и видение тут написано читайте вдохновляйтесь мечтайте делайте меняйте свою жизнь вас и получится я написала все то же самое в инстаграме только я добавила после мечтайте любите потому что и я сейчас говорю не о любви например мужчины и женщины хотя конечно тоже важно вот посмотрите например на своего парня или мужа по-другому вспомните все те моменты которые у вас были почему вы влюбились в него потому что когда года проходят мы начинаем забывать мы воспринимаем многое еще с ней себе у меня муж конечно пытается эту третью свадьбу сделать о привет собачка пришла она наверное ругается на меня не ругайся я тут просто посижу правда да не ругайся вот и я конечно вид у меня не очень но опять же поздно легла я все-таки старалась лечь раньше но компания и я конечно ушла пораньше вот и что получается собачка мне чуть сбила и возвращаясь к теме любите я имела ду что любите людей ты чего ругаешься вот видите она поругалась ну чего ты ругаешься не ругайся не ругайся ну вот видите злится на меня не нравится ей что на лавочке сижу прогнала меня собака с лавочки говорит хоро сидеть иди давай качай качай попу кстати попу можно качать даже при ходьбе вы сжимаете ягодицы и мышцы тогда работают конечно не так как приседания но в любом случае это полезно возвращаясь к теме люби любить людей не только там мужчина и женщина могут любить друг друга любить детей чужих тоже хотя говорят чужих детей не бывает любить людей любить мир любить просто любить природу знаете сегодня я умывалась с утра и так как это природа и в номере в раковине был такой жучок и он так пытался вылезти так пытался вылезти в принципе скажу честно были в моей жизни когда-то моменты когда я просто брала и смывала и сейчас мне за это стыдно я ему помогла выбраться и он улетел причем не просто улетел там в ванне он тоже может погибнуть ну именно в закрытом помещении потому что не выберется и как бы умрет поэтому надо помогать выбраться наружу то есть я пооткрывала все окна двери и можно сказать полотенцем потоком воздуха его выгнала вот это тоже относится к любви и вы знаете очень хорошо работает когда на вас вот опять же это все таки тоже любовь когда ты можешь любить и постороннего человека потому что все мы братья и сестры когда на тебя там в очереди например накричали или как-то так отреагировали на тебя не очень хорошо вы обратили внимание что если вы отвечаете не взаимностью именно не тоже негативом а наоборот позитивом чем-то добрым человек в лице даже кардинально меняется не может понять в смысле как и по сути как бы его реакция тоже меняется он становится добрее не всегда но в любом случае чаще всего так потому что у меня были моменты когда человек как бы негативно а я по-доброму и человек продолжает дальше негативно ну у меня так сразу такой вопрос я вас чем-то обидела и человек сразу такой задумывается нет мне просто плохое настроение вот то есть у человека идет осознание что он как бы ну почему он так себя ведет и я могу сказать что это реально работает вот мне для того чтобы осознавать какие-то определенные вещи мне часто надо ну не часто но время 3 мне надо уезжать вот как сейчас да мне достаточно иногда одного-два дня для вот такой вот перезагрузки для уединения я из тех наверное людей которые любят уединение вот хотя у меня дети да и вот я люблю шум как бы шум какой когда дети смеются играются без них мне скучно уже жизнь не та но когда это перейдет перенасыщение это меня поймут мамы у которых нет возможности оставить детей например как у меня я оставила детей маме своей и уехала а вот если бы у меня не было такой возможности я понимаю насколько мне в жизни повезло с моей мамой как она мне помогает как она меня поддерживает и даже если вот сейчас я сделаю татуировку она мне закрыта в пленке мама со мной не разговаривает она против татуировок и когда я уезжала она со мной не разговаривала ну потом по телефону вроде бы легче но я вижу что идет такой накал она разговаривает со мной через силу или потому что надо у нее нет настроения я пытаюсь маме объяснить о том что мам ну как бы это мое если я делаю татуировку значит ну мне это надо значит я делаю ее не просто для красоты у меня татуировки они со значениями причем очень глубокими я к ним подхожу очень ответственно есть эскизы то есть это рисуется под меня только для меня нет такого там это с интернета срочно я хочу вот такую вот там цветочек нет каждая татуировка это приход в мою жизнь или ну не буду наверное сейчас рассказывать потому что я уже начала снимать видео о тату я взяла интервью у своего мастера у Даши Даши Вязовых она раньше тоже снимала видео сейчас она тату мастер вот делаю я у своего мастера уже сколько ну 3 татуировки я у него уже делала и вот у меня мама обижается типа вот ты скоро свое тело забьешь мне ну и мама называет татуировку наколкой в принципе те кто сейчас меня смотрят тоже могут негативно к этому относиться но опять же это то что я говорю принятие каждый человек должен принимать мнение другого и его поступки даже если они им кажется какими-то неверными вот поэтому неверные для кого-то для кого-то верные потом мне бы например очень хотелось чтобы меня мама принимала и мои как бы решения ну тоже и я думаю что у каждой у нас есть такие люди которых мы очень любим и есть какие-то моменты которые они не принимают у нас это очень расстраивает потому что мне бы хотелось с мамой рассказать поделиться и сказать вот мам я в эту татуировку вложила то-то то-то ну не могу этого сделать потому что вообще даже поднимая тему тату маму начинает трясти вот но это мамина я это как бы уважаю поэтому я не трогаю но мне неприятно конечно то что она меня не воспринимает у меня такое вот знаете ощущение мама так себя повела что как будто бы мне 15 лет и я без ее ведома без разрешения взяла и пошла сделала тату там сердечко на попе ну образно говоря сейчас мама мне мама меня смотрит и скажет лучше бы ты сделала сердечко на попе не видно то есть как то вот так вот знаете как ощутила себя Доминикой как будто бы как будто я Доминика а она ну а я мама и вот я не разрешаю мне 33 года я имею право делать сатировки мам понимаешь вот 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 такие вот моменты приходят это называется наверное мудростью потому что многого вы не знаете много за кадром я не могу многое рассказать и считаю что и не надо просто знаете как меньше пафоса господа жизнь так прекрасна там солнышко светит я на этом буду закругляться чтобы эта болталка не была сильно длинная она и так уже в 15 минут вот и если вам нравятся такие видео вы поставьте пожалуйста лайк поставьте класс напишите мне комментарий потому что комментарии они помогают мне снимать дальше видео они вдохновляют вот и я буду вам благодарна за обратную связь расскажите как у вас происходит есть ли у вас такое вот как то что я вам рассказала пришло ли оно к вам со временем или или приходит или еще нет ну вообще поделитесь со мной спасибо вам большое что посмотрели это видео и я буду стараться снимать больше если вы этого хотите все всем пока пока